Ребята, всем привет! Сегодня мы приехали на выставку Боат-шоу в Крокус Экспо. Ну и пойдемте посмотрим, что там есть интересного. Интересно посмотреть какие-то катера, лодки в размере нашего головастика. Ну, так скажем, прицениться. Вот они форматы головастика, ребята. Единственное, что меня останавливает, это не алюминиевый корпус. Я вот как-то... Мэри Фишер, хорошие лодки. Неплохо себя зарекомендовали они. Но меня все-таки останавливает не алюминиевый корпус. В алюминке все же куда захотел, туда и ткнулся. Если вы так не считаете, то напишите в комментариях. Смотрите, ребята, из борта делается вот такой балкончик. Не знаю, насколько это будет практично, но интересно. Я уже вижу Сиал Бобот стенд. Когда-то у меня такой был, но почил с миром. Так, игрушка забавная. Но не дешевая. Еще раз. Не, я-то себе, наверное, такую куплю, потому что под кровать такую засунуть и взять походить. Уже не отмажешься, что дождь на улице, ветер, слякоть холодная или еще что-нибудь. Надо будет идти. Ребят, а у Андрея мы побываем на базе, где они занимаются охотой, рыбалкой. Собственно, покажем и расскажем вам, что это за база. И также снимем вам интересный фильм про Беломор канал. Мы хотим там поездить. Может быть, что-то покопать, поискать. Может быть, Андрей нам устроит рыбалку. Ну, в общем, все увидите сами. А теперь идем дальше. Вот они, вот они, ребята, вредители эти, которые дроны у нас ловят постоянно. Ну, благо там, где мы снимаем, вас нет. Смотрите, какая пушка. Так что, если кому докучают летающие коптеры и топли свой показывать летом не хотите на участке, то... На участке, на яхте. Да. На любом судне. Где угодно. В общем, вот такая вот штука есть. Прицеп пирс-флота? Да. Ну, как и вас начало. Да. Хоба, скинула его, да? И у тебя целый этот самый... Целый плод, ребят, получается, на воде. Посмотрите, здесь есть проспекты. Сейчас я покажу. Посмотрите, какие конфигурации есть. Ну, конечно, это... Ну, да, под электромоторчик прям... Палатка. Прикольно? Исландбот называется. Ребята, прошу познакомиться. Это Владимир Моуси. И официальный представитель нескольких интересных брендов, которые вот появились в России. Я думаю, Владимир нам сейчас сам подробно об этом расскажет. Первое, что я хочу рассказать, это, скажем так, самая маленькая модель скутера для детей. Это такая доска, которая имеет положительную плавучесть. Она замечательно используется с детьми, в море, в подаемах. Ребенок не боится на ней плавать. То есть, как она работает? Если есть кнопочка включения, она включается. Ребенок на нее вот так ложится. И нажимает две кнопочки, и он поплыл. То есть, две скорости она имеет. Первую и вторую. И максимальная скорость, с которой ребенок плывет, это 5 км в час. Время работы от одной батарейки 45 минут. Это вполне достаточно для того, чтобы ребенок накупался. Ну, если ребенок мало, он легко может заменить батареечку. Просто нажав кнопку, вытащив одну батарейку, вставив новую. И еще дополнительные 45 минут. Время зарядки батарейки 2 часа. Батареечка литиевая. Она легко перевозится в самолете. Никаких проблем нет. Мощностью до 160 ватт. Что, в принципе, разрешено всеми авиакомпаниями в мире. Второе поколение как бы скутеров. Это такой скутер, многие, наверное, уже знают от компании Sublu. Это модель White Shark Mix. Ничем она примечательна. Она также имеет съемную батареечку на 122 ватта. Легко меняется. И также перевозится легко в самолете. Здесь есть два режима использования. В данной комплектации это режим использования для ребенка. Когда ребенок берет и нажимает две кнопочки, плывет под водой. Либо голова над водой, а скутер под водой. С этим поплавком, фотором, глубина погружения максимальная 5 метров. Что дает дополнительную безопасность для ребенка. Когда превышается данная глубина, этот поплавочек вот так отстегивается. И, соответственно, тормозит ребенка под водой. Ребенок всплывает вместе с этим поплавком. Скутер имеет положительную плавучесть. И тем самым, если ребенок даже выпустил его из рук, он всплывает, никаких проблем нет. В комплекте есть держатель для руки. С помощью которого можете прикрепить скутер в руке. И, соответственно, не бояться его потерять. Или наоборот, он даже поможет вам в случае какой-то нестандартной ситуации. А взрослые для ныряния на глубину до 30 метров, то есть это нормальная его рабочая глубина, они откручивают этот поплавочек и просто используют его вот в таком виде, без поплавка. Данный скутер имеет одну скорость. Время работы от батарейки 30 минут. Представлены они в трех цветах. Это белый, айс блю и оранж блю. Следующая модель скутеров – это от компании OBC. Модель C-Flyer. Это новинка, которая представлена в прошлом году. Особенности в чем? В том, что он имеет две скорости. У него есть LCD-дисплей, на котором видно глубину, видно скорость, температуру воды. И, соответственно, легко меняется также батареечка. Мы нажимаем на кнопку, открываем батарейный отсек и вставляем батарейку. Потом защелкиваем, закрываем крышечку и спокойно его используем. Как он работает? Вы вставили батарейку, включили, он загорелся. Дисплей, две кнопочки нажали, он поплыл. Отпустили любую из кнопок, он останавливается. Отпустили из рук, он всплыл. Он имеет положительную плавучесть. При этом не меняет положительную плавучесть. Вы не можете удалить положительную плавучесть, тем самым, чтобы он утонул. Уникальность в чем? В том, что здесь разброс моторов составляет 5 градусов. Когда вы плывете под водой, вот таким образом потоки воды проходят мимо. То есть вы идете, можно сказать, клином в воде. И тем самым максимально ускоряетесь. Скорость составляет 6 км в час. Глубина рабочая 30 метров. Две скорости. Первая это 4 км в час. Вторая 6 км в час. Время работы на второй скорости 30 минут. На первой скорости 45 минут. Батарейка также легко перевозится в самолете. Никаких проблем нет. Ни с одной авиакомпанией нет. Дальше переходим мы к следующей модели, которая полюбилась дайверам, которую представили мы в этом году впервые в России. И в принципе она только появилась во всем мире в официальных продажах. Сейчас их практически нигде не купить. Это модель Lefit. Уникальный скутер. Сразу оговорюсь. Он имеет отрицательную плавучесть. И ориентирован больше на людей, на фридайверов, либо на дайверов. В чем его особенность? В том, что он имеет модульную конструкцию. Вы легко можете составить два скутера. С помощью вот такой рамки. И кто-то уже думал о том, что установить сюда с помощью какой-то крепления третий скутер. Как он управляется? Мы нажимаем кнопочку, он включается. Здесь три режима скорости. Это черепашка, сила и ракета. Кому-то нравится, наверное, ракета. Включаем пульт управления. И по сигналу он включается вот таким образом. Достаточно бесшумный, простой в управлении. Данный пульт снимается. И, соответственно, я могу вот так отодвинуть его и управлять скутером. Никаких проблем нет. В будущем будут крепления на ноги, на баллон. И, соответственно, человек может два скутера прикрепить на ноги, на пояс. И спокойно держа в руке, под водой управлять данным скутером. Глубина рабочая его 30 метров. Максимально можно работать на 40. Но рекомендуется 30 метров. Все защищено, все герметично. Батареечка легко меняется. Открывается крышка. Вот таким образом. Вот так поворачивается. И мы сняли. Вытащили батареечку. Новую вставили. Повернули все герметично. И закрыли крышкой. Все легко. В комплекте идет одна батарейка. Можете докупить абсолютно быстро вторую батареечку. Следующая модель. Это всем полюбившиеся уже в Европе. Sublu Sibu. Чем примещать на данную модель? Тем, что она изначально создана больше для профессионалов, чем для любителей. Она самая мощная, имеет 16 килограммов тяги, 7 килограммов на мотор. Имеет 3 скорости. Такой батарейный отсек, в котором легко также вытаскивается батареечка. Нажимаем на кнопку, вытаскиваем батарею. Взяли новую. Вот так легко. Защелкнули. И соответственно установив крышечку. Как включается? Вот такую вот кнопочку используем. Подержали ее. Загорелся дисплей. Здесь мы видим, что какая скорость, время работы, управление режимом управления LR. То есть левая и правая рука. Объем зарядки батареи. Соответственно вы можете через приложение по Bluetooth подключиться к скутеру. Выбрать режим, какой рукой вы хотите управлять. Что удобно для дайверов, для фотографов. И вот сюда на крепление устанавливается такая планочка с фотоаппаратом, со светом, со всем необходимым инструментом. Изначально развесовка скутера сделана вот таким образом. Для чего это сделано? Для того, чтобы под водой, когда вы ставите фотоаппарат, оно выравнивается, делается горизонтально. И не мешает вам управлять. В других скутеров нет такой функции, когда развесовка как бы изначально сделана назад. То есть в других моделях, если вы закрепите фотоаппарат, оно будет вот таким образом. И вам придется постоянно напрягать вот это место руки. И одновременно можете крепить GoPro дополнительно здесь. Если вы не хотите использовать фотоаппарат, камеру, то в комплекте идет сюда специальный противовес, который вы ставите и соответственно у вас эмулирует установка оборудования профессионального. Вот таким образом нажимаете на кнопочки, и он включился. Дальше, когда вы плывете под водой, вы можете кнопочку так двинуть, режим скорб, потом режим турбо. Скорость 8 км в час под водой, что вполне очень быстро. Вы в принципе можете посмотреть обзоры, и многие уже как бы выставили, и очень положительные отзывы про этот скутер. Идет он в таком вот хорошем кейсе в комплектации. И в комплект вы можете дополнительно купить так же батареечку. Ну, а теперь перейдем от скутеров к новым технологиям. Это подводные дроны. То есть, да, раньше мы могли использовать только воздушные дроны, сейчас появились и подводные. То есть, ну, начнем с самой младшей модели, это Дори от Компан Нечасин, которая в принципе как бы такая небольшая игрушечка для любителей посмотреть, что же под водой. То есть, он имеет фабель, поплавочек вот такой, который с помощью Wi-Fi передает на изображение на телефон, на планшет. Имеет максимальную глубину погружения 15 метров. Соответственно, снимает Full HD, и тем самым как бы имеет угол наклона 45 градусов максимально. Следующая модель, это Gladys, ну, уже, наверное, многие знают, в прошлом году ее начали выпускать на рынок. Красиво, уже с прошлого года продается. Глубина погружения 100 метров. Также в комплекте идет пульт управления и передатчик через Wi-Fi, с помощью которого вы подключаетесь к данному дрону. Также угол наклона 45 градусов. Теперь приходим к компании KUSSEA, бренду FIFISH. Это такой замечательный подводный дрон, первая их модель, модель P3. Она была изначально создана для профессионалов подводной съемки, то есть для тех людей, которые хотят снять качественное видео в режиме 4К. То есть здесь достаточно мощный объектив, хорошая камера 4К и очень качественная цветопередача. Матрицы используются Sony, собираются они на фабрике Canon. Соответственно, оптика Canon стоит на них. Погружение рабочих глубина 100 метров, гарантированное 100 метров. Очень хороший цвет. 4000 люмен по 2000 люмен на каждой светильниче. 8 степеней подсветки, то есть 8 уровней. Он имеет три мотора, движение вперед-назад, вверх-вниз, вправо-влево. Он не создан для наклона, но это, повторюсь, для профессионалов, для любителей фото-видеосъемки под лобой. И перейдем к следующей модели. Это FIFISH V6, которую, наверное, уже многие слышали, но пока что еще не видели. Вот такая замечательная модель, которая снимает 4К режим и, соответственно, видео передает в очень хорошем качестве. И что самое уникальное, это единственный дрон в мире, который полностью повторяет вращение 360 в любом положении. Вперед-назад, вправо-влево. Он может занять любое положение и в этом положении двигаться вперед-назад. При этом вы можете двигаться назад и занимать любое дополнительное вращение. Сейчас выпущено было новое обновление и появилась уникальная функция. Автопилот. То есть человек, который хочет снять красивое видео, он выбирает режим авто. Оно появляется на дисплее. И, допустим, мы хотим сделать движение вперед с вращением. Выбираем данный режим, выбираем слабую скорость, время и нажимаем старт. И дрон начинает двигаться и снимать. То есть он имеет стабилизацию и при этом происходит съемка. Ни один дрон в мире не имеет такой возможности. Данная модель, которую мы сейчас представляем, опционально оснащена защитой моторов. Защита моторов, вот если вы посмотрите сейчас на дрон, то видите такие черные сеточки. Это сделано для чего? Для того, чтобы люди, которые используют в озерах, в реках, где либо мелкие камни, либо есть трава. Соответственно, чтобы изолировать моторы от попадания дополнительных вот этих вот элементов, которые могут помешать управлению. Также подсветка 4000 люмен, по 2000 люмен на каждый светильник и два уровня подсветки. Фото-видео в 4К снимает, память на 64 гигабайта. И на мониторе вы можете также записывать глубину, температуру, дату, время, когда вы делали съемку. Это все легко настраивается, все, повторюсь, в режиме 4К. Легко настраивается в любое разрешение. Ну и сейчас мы перейдем к новинке этого сезона. Это новый FIFISH V6S. Это следующая модель, которая уже оснащена более мощной батарейкой на 156 Вт. И уже в комплекте идет ARM-рука. Сразу скажу, что эта модель больше как бы для, не как не для любителей, а для профессионалов. Это либо для поисковиков, либо как бы для людей, которые обследуют какие-то вещи. Им нужно что-то доставить на дно, либо наоборот что-то забрать. Будет он продаваться изначально в кейсе, в жестком кейсе, такой хард-кейс, канадского производства. Это самые лучшие кейсы в мире на новом компании. И, соответственно, в комплекте будет также HDMI-бокс идти и защита моторов. С помощью HDMI-бокса вы можете онлайн транслировать видео на большой монитор, который вам поможет более тщательно изучить то место, которое вы сейчас просматриваете. Соответственно, вы можете с собой взять какой-то небольшой повербанк, от которого вы можете питать этот монитор и транслировать видео на этот монитор. И вам будет проще рассмотреть предмет, который вы видите под водой, и тем самым более детально понять, нужен вам этот предмет или нет. Вы нашли то, что искали или нет. Соответственно, данная модель появится в России после 15 апреля. Со следующей недели, с 15 марта, будут открыты предзаказы со скидками. Соответственно, первые 50 единиц будут представлены с достаточно хорошим дисконтом, и первые 50 владельцев получат хорошую скидку. Цена будет указана у всех дилеров в России, которые будут продавать это. Это порядка 25 дилеров компаний, которые сейчас продают данную продукцию, и там вы сможете у любого дилера это заказать. Ну и, собственно, пока представленные продукты, вот то, что вы видите. В ближайшем будущем вы увидите это в реалиях, в наших реалиях, в наших водоемах, в озерах, в реках, можем этими дронами сделать. Ну и, соответственно, я думаю, что большинство захотят купить такой же дрон и попробовать себя в виде кладоискателей, либо обследователей подводного мира. Большое спасибо. Ну что ж, ребят, я хочу сказать Владимиру, большое спасибо за тот экскурс, который он нам провел. А от себя хочу добавить, что, наверное, я остановлюсь на VFISH V6 и его чуть-чуть подожду, потому как как раз вот такая вот армрука расширит, значительно расширит наши возможности под водой. Есть, кстати, замечательная вещь, о которой я не рассказал. Это новинка в России, это повербанки американской компании OmniCharge. Данные повербанки у них альны чем? Что они имеют возможность выдавать 220 вольт. У них есть встроенный инвертор. Ни одни повербанки не дают этой возможности. Допустим, сейчас я вам покажу повербанк OmniCharge Ultimate. Это последняя максимальная модель, которая есть, в принципе. Он имеет мощность 142 ватт-часа, имеет возможность съемной вот этой батарейки, то есть аккумуляторной части. У него есть выход 220 вольт, 120 ватт. Этого вполне достаточно для того, чтобы питать дрон, монитор, телефоны. И можно зарядить полностью MacBook Pro при работе с ним. Можно зарядить либо 18 телефонов, 4 планшета iPad Pro и, соответственно, много-много чего. Здесь, в принципе, рассказано максимально на коробке о нем. То есть весь USB-C порт, который выдает 60 ватт. То есть это как стандартная зарядка для MacBook Pro. Вот, розетка на 220 вольт. То есть, и, соответственно, вот таким образом аккумуляторную часть можно вытащить легко. И, взяв с собой в путешествие, вы берете, грубо говоря, один повербанк и дополнительный один или два аккумулятора. Вам вполне на несколько дней хватит, чтобы зарядить как воздушный дрон, так и подводный. Одной зарядки этого аккумулятора хватает зарядить подводный дрон, культ от подводного дрона. И вы становитесь автономными на 8 часов видеосъемки подводным дроном. Ну, что ж, Владимир, спасибо. Я думаю, мы тоже рассмотрим такую вещь, потому как у нас бывают все-таки путешествия, когда мы едем без вездехода, когда мы едем в какие-то отдаленные места и где, возможно, не бывает даже генератора. То есть такая вещь как источник питания нам была бы, наверное, полезна. В общем, для себя мы наметили три точки. Это LeFit, как буксировщик для подводной охоты и для подводного поиска. Это FITISH V6. Подумаем вот как раз над повербанком. Что ж, наверное, будем заканчивать. Пойдемте посмотрим, что есть еще в наличии интересного. Всего-то много есть, но вот интересного не очень. И именно самое интересное мы показываем вам. Всего хорошего! Ну вот, ребят, видно уже, какой может быть потенциал у как раз этого дрона с арм-рукой. Допустим, даже имея какой-то тяжелый груз под водой, который поднять этот дрон не сможет, мы можем подвести петлю, специальную петлю, накинуть на этот груз, либо зацепить рядом с этим грузом, положить и отправить, как на лифте, туда поисковый, зацепить магнит. Либо на этой петле поднять груз, либо как-то обследовать, либо закрепить сюда ножницы, которые будут перерезать веревку или еще что-то, что нам нужно. То есть, потенциал очень такой интересный. А воблера сколько можно будет собрать? Да, Мишанин? Для этого не надо будет лезть в воду. Я думаю, с такой штукой мы отобьем ее на воблеры. На воблеры. За два сезона. На воблеры будем отбиваться. Ставь! Воги-воги! Воги-воги! Вот так, ребят, на судне либо разуваться, либо стоит такая прибуда, которая оденет вам тапочки, запечатает, как в магазине. Пожалуйста, на борт. Виктор, рассказывай нам немножко про лодку. Что это вообще? На борт чего мы поднялись? Лодка у нас, значит, побольского производства «Биллион». «Биллион 420-й». Модель с плайбережем, со вторым этажом. Добро пожаловать на борт. Смотрим. Виктор является представителем владельца. Они любезно согласились, чтобы лодка побывала на выставке, постояла и потом поехала в Сибирь. Тонально прям из нуля, из начала, да? Дали список, да, спецификацию, вычеркиваем, что-то дополняем. То есть не готовые брали, вот прям с верфи, заказанной верфи. Вот в Буки очень редко, когда приходят, но как по мне, так это вообще смотрится красиво. Вот эта штука у нас туда уходит и... Получается лежат, да, такой. А он даже не то, чтобы лежат. А, вот оно что. И пусть, наверное, сюда кладется, это, да? Да, такой старик. А, диван просто. Большой диван, большой парус столиков. Тот диван тоже назад отходит. Достаточно много места. Это все закрывается, все тихо, сука. Ребят, ну вот хотел я показать вам что-нибудь в размере головастика, а затянули меня на 12 метров. Видно как. Получилось. Симпатичное такое управление. Одна-ка. Кнопочки, кнопочки, много всего. Что вам сразу на русский не перевели? Слушай, надо бросить. Я думаю, под такой заказ на был сразу. Надо бросить. Возьми, все. Здесь, мы заказали ковры, конечно, здесь будут ковры, сейчас просто не постелили, а тогда здесь будут ковры и... Такие вот, как у него. Все, богато. Дуб надо закрыть коврами, чтобы не портился. Это у нас камбус такой. Небольшой. Медроволновочка, холодильничек. Ящички. Освещение светодиодное мне на самом деле нравится. Вот такие вот все лампочки. Причем они такие неплохие, светодиоды не дают мерцание сигналов. На воде, я думаю, будет смотреться красиво достаточно. Все это хотелось белым, да? Чтобы было. Ну, по практичности, конечно, это... Так выбрали. У нас на самом деле сейчас на Баварии белое. Вот мы даже перешили. Вот два года ходим. Я не скажу, что прям это как-то... Здесь пока все пусто. Вот как раз ребята с Гармина, спасибо, связались. Мы уже все были с Александром, да, были. Решили поставить сюда два 12-дюймовых карт-плотера, которые будут отвечать за карты, за данные с моторов, радары, эхолоты. Это управление мы перенесем вот сюда. Очень красиво входят два сюда монитора. Они будут воедино. Прям, да. Здесь все данные. Понятно, все видно. Кадруличка, что за моторы стоят? Вольва Пента 370-й. Два мотора с DeFi управлением уже. Это современно-техническая новинка от Вольва Пента. Ох, лобовичок какой, а! Говорят, по этому лобовику можно ходить. Пока не знаю, у нас в Новосибирске есть сосед. Тоже на таком же катере, поэтому попробуем мы, наверное, сначала. На его сначала, да? На его, да. Но они на заводе по нему ходят. Здесь пока люди боятся по нему ходить. Самый прикол, это катер будет ходить в Новосибирске по водохранилищу, да? Ну, по обе. По обе. Обском водохранилище. Удаваться и выходить в обе. То есть вот так вот. Суровая сибирская лодка, елки-палки, рыболовная. С флайбриджем. С флайбриджем для хороших поглотных условий. На флайбридж, да, мы сейчас еще поднимемся, я думаю. Интересно, интересно, конечно. Блин, когда вот чуть-чуть выходишь за размеры габаритов, да, дорожных, тогда сразу лодка становится другой. Ребята, мне очень хочется, чтобы дорожный габарит в России стал хотя бы три миллиона. Чтобы были у нас широкие, просторные дороги, и дорожный габарит позволял нам возить хорошие лодки, именно перевозить, а не хранить их всегда на воде. Потому что вот смотришь на всю эту ширину, этот простор, и прямо с вынками даешься. Так, гальюн, гальюн. Один из. А, один из. Потому что мы ближе к хозяйской каюте подходим, носовой, где больше всего качает, качественней. Ух ты, все, вам не шутки хухры-мухры. На трон можно просесть, там, сюда внешне не садитесь. Все серьезно. Все серьезно. Емкости пустые. Ребят, мы дошли до хозяйской каюты. А выглядит она вот так вот. Здесь пульт управления вебастой. Своя вебаста. Такая иллюминация. Сверху, я так понимаю, есть тоже верхний свет, второй свет какой-то. Ага. Вот. Вот так вот. То есть в солнечную погоду у вас здесь будет светло. И без искусственного освещения. И есть люк для вентиляции. Кстати, вот с Виктором, да, мы уже общаемся достаточно давно. И встретились в первый раз здесь на выставке. Виктор, у Виктора есть вездеход Шерп. Шерп и Север. Они эксплуатируют два вездехода. Шерп и Север. И в принципе мы с ним достаточно много общаемся в группе Жуков Гараж в Телеграме. Где обсуждаются многие вездеходы. И разные интересные случаи. И не очень интересные, и приятные, и совсем неприятные. Порой для производителя, а иногда для покупателя. В общем, давайте посмотрим дальше. Лодку. Вот хозяйский. Хозяйский этот самый. А, тут уже, о, как мордаст. Да, тут уже душевая кабина сделана. Вот так вот отдельно. Пахнет свежим пластиковым катером. Гиркоут. Да, 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 гиркоутом. Да, с завода только пришел, не обманули. Свеженький, новенький, еще выветривайте, выветривайте. Вот такой вот гальюн. Ну что ж, он такой по-мордастей. Чем основной. Попросторней, да. А вот еще одна каюта, получается. Сколько здесь спальных мест вообще в лодке предусмотрено? Собственно, если вот так вот посчитать, это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это, так скажем, свободных таких просторных спальных мест. Полноценных, да. Полноценных. Вот. Лечь можно, кстати, и наверху, и внизу, где угодно. А вот это, так называемый, гробик. Как у нас в головастике есть, такой маленький, для детей мы его используем. Или мишка там храпит в свое удовольствие. Ну, здесь он, конечно, пободрее, побольше. Что ж, я бы сказал, как место для того, чтобы спать, оно комфортабельно. Мне нравится. Так, ребята, это у нас катер с флайбриджем. Я думаю, это даже моторная яхта уже, наверное, может называться. Да, легко. В таком размере моторная яхта с флайбриджем. И вот здесь-то, на Обском водохранилище, и будут кормить комаров. А вечерами будут здесь миллиарды мух прилетать. Ну, мы можем приехать на вот этом электрическом гриле как раз запускать большой дым, и комары, думаю, будут разлетаться. Конечно, это не О-гриль, но тоже неплохо, да. Но у нас есть О-гриль, благодаря Герасиму у нас есть О-гриль также, поэтому место под него мы также найдем и поставим. Я думаю, ему прекрасно можно где-то вставать на какой-то откидной штанге на кормить. Да, 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 как мы и сделаем. Ребят, ну вот, смотрите, еще также есть пляжные маты для загорания на носу. Сейчас мы еще пройдем к носу туда. Ну, вот для меня, честно говоря, этот размер уже даже излишний. Я в таких лодках, как мне кажется, сам уже особо ничего не делаешь, потому что есть капитан, а ты только болтаешься и уничтожаешь содержимое холодильника, жидкое, ну и что-нибудь жаришь, готовишь. Холодильничек вот. Оп. Как-то на таком размере уже ожидаешь повыше рейлинг. Низковат, да? Ребят, ну, вот смотрите, вот это герметик на галеоне, да? Это вот поляки делают. И если его отмыть, очистить сейчас, я имею в виду, смотрите, сама структура. Вот на шерпе так не делают. А есть чему поучиться. Ну, что ж, ребята, может быть, все сложится так, что когда-нибудь, я, будучи на Обском водохранилище, на этой лодке и позагораю здесь на носу. Кто его знает, куда нас занесет нелегкая? А может, легкая? Да, значит, будет миссис, она полирует. О! Вот так вот. Даже есть электростеклоподъем. Платформа с лифтом. То есть можно поставить крепление для гидроцикла, либо просто плавательную платформу опустить вниз на 90 см. Ребят, давайте поблагодарим Виктора за такую экскурсию. Я очень надеюсь, что когда-нибудь на Обском водохранилище мы попробуем ее на воде. Напрашивается, напрашивается, а мы пригласим. А они делают вид, что не понимают. Все, пойдем посмотрим дальше, что еще есть интересного. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА они так 27 вот мы подошли к стенду где увидели лодку они так а 27 c давайте покажем а поможет нам в этом мельников игорь основатель и руководитель компании фиш лидер официальный дистрибьютор компании они ты они так шведская версия которая производит скоростные цельносварные катера более чем 15 лет и данная модель впервые в россии на выставке мозг от шоу 2020 это 27 c то есть кабинная версия существует еще открытая версия которая была запущена два года назад и эта кабина была построена на основании открытой то есть корпус откатан воды уже прошли боевые крещения все тесты и на этой базе сделана кабина корпус сбалансирован именно под кабину минимально установленный двигатель 300 лошадиных сил который мы имеем на этой лодке максималка же это 450 лошадиных сил при таком оснащении мы можем достичь скорости порядка девяносто восьми ста километров в час зависимости от загрузки данным же мотором лодка сам пробовал развивает до 80 километров в час при половине бака и двух человеках загрузки очень резвая очень прогнозируемое поведение отлично режет волну за счет большого угла келеватости в носу но и трансовая часть имеет серьезный угол келеватости практически 21 градус что дает ей по праву называться настоящий морский внедорожник ну и соответственно дизайн и формы все говорит о том что это скоростной болид которым ты будешь чувствовать себя как настоящим спорткаре пойдем посмотрим что внутри головая установка в 8 от mercury последний мотор который выпущен уже не надувной а чисто атмосферный очень современная очень экономичная машина и на мой взгляд сейчас но из такой мощности моторов это лучший вариант который есть приходим и видим небольшой но просторный кокпит с легким выходом из него здесь нету какого-то какой-то забора стены при этом палуба является полностью самоотливной то есть вся вода которая попадает сюда через вот эти щели здесь уходит наружу забор полностью герметичный трансовый отсек по бокам боковые рундуки достаточно вместительные можно положить много оборудования походного оборудования рыбацкого оборудования мощные рейлинги поручни не дадут вам упасть здесь же можно удобно находиться сидеть небольшой столик возможно в царе опционных установки дверь фиксируется на магните на крыше штатно установлен большой панорамный люк от вебаста и радарная стойка для установки дополнительного оборудования рыбацкого оборудования радара фар всего возможного так сказать шпиговочного антуража входим в салон внутри прибавим 183 нужно чуть-чуть пригибать голову все это сделано в угоду меньшей сопротивляемости ветру меньшей валкости и большей экономии топлива то есть кабина максимально занижена сделано максимально близко к воде чтобы сократить при больших скоростях различные нежелательные сбивания с курса за счет сильных ветров большой электрический люк вебаста штатной комплектации кабина вся отдела очень качественным материалом очень приятным на ощупь и нигде не видим голову алюминия здесь комбинация темно-серого графита и светло-бежевого песчаного материала деле который делит зонирует кабину катера на две части пассажирская часть более светлая часть капитана и штурмана графитовом цвете это добавляет дополнительной спортивности корпусу здесь мы видим обводы панели пассажира и капитана примерно одинаковые возможно в установке сюда хорошая большая магнитола с большим дисплеем здесь можно установить дополнительный навигационный дисплей панель проста очень информативно удобно и легко читается здесь же мы видим кнопки автоматических выключателей масс то есть там не нужно выключать массу вручную включаем все автоматически от болюси американский бренд очень качественные все управление навигацией светом выведенного на эти кнопочки очень удобно электронная машинка газ реверс с буквально воздушным управлением газа подлокотник ну и руль с регулировкой также в штатной комплектации очень крутая система от зипвейк система автоматической стабилизации катера который работает моментально при изменении курса с помощью интерцепторов которые в кормовой части выдвигается автоматически от положения корпуса положение корпуса считывает гироскоп сиденье с очень развитой боковой поддержкой намекает на серьезную спортивность есть режим хождения в марине то есть когда нам нужно сидеть выше или мы можем высунуться через люк чтобы наблюдать очень хорошо отслеживать борта при швартовке ну и соответственно посадка она уже больше не как жипе а как спортивном автомобиле при том что сиденья имеют уникальную регулировку с помощью газового амортизатора от шведского оленс и своя разработка они так позволило сделать эти сиденья ну наверное максимально надежными на рынке которые сейчас представлены конечно в комплексе с сиденьем и посадкой это придает но дополнительной уверенности при управлении на максимальных скоростях лодку можно закладывать практически на бок все это можно посмотреть в подробном обзоре на нашем сайте или на моем youtube канале фонарики с включением тач очень удобно и дают приятный мягкий свет ну пройдемте в кокпит носовой кокпит достаточно большой для такого размера лодки шикарные хватки 40 миллиметровые рейлинги носовой отсек для якорной цепи кранцев боковые полочки для мелочевки и два рундука по краям кабины классная эргономика кабины очень хорошо подчеркивает именно направленность лодки на скорость на маневренность рундуки вместительные и коктейль является самоотливным то есть вся вода которая сюда попадает уходит через вот эти большие щели жабры за бок моментально вот такая вот новинка вот шведского анитек ну что ж большое спасибо если вы хотите увидеть лодку на воде если хотите увидеть какие-то тесты на ней то заходите фиш лидер рус там есть очень подробные тесты очень подробное описание уже более меньшайших деталей а если вы привыкли все таки смотреть эти видео у нас я думаю все таки нас и пригласят если будет лодка на воде пригласят пройтись показать рассказать про нее уже в бою конечно пойдем дальше посмотрим что есть еще интересного на этой выставке все счастливо а корпус 9 5 ширина 287 осадка 05 чем не нравится понравится мг все-таки в любой берег взял ткнулся и не заморачивайся у меня тоже из алюминия лодка примут с этим беды вообще никакой нету такая интересная рабочая лошадка из питера плаватель ответ на плава ну что ж пойдемте дальше посмотрим что есть еще интересного и надеюсь обязательно это найдем до мишень конечно очень много приветствуем говорят подписчики у нас есть и внимание ребята у нас везде свои ребят ну вот новый мотор две с половиной лошадки у yamaha четырехтактный 1 цилиндровый но мне он больше гриль напоминает вот кажется сейчас будет раз открыл его гриль будет внутри там сеточка будет такая решетка чугунная раз народе глотал удивим и правда ведь там чугунная решетка сейчас будет блин нет облом облома обман 300 грамм бак 300 миллилитров ну чем плохой такой вариант на троих поста можно сообразить карбюраторный 72 кубика вот такие вот новинки у yamaha из моторов а моторов тут много разных интересных ну что ж ребят все выставка для нас по крайней мере закончилась я надеюсь что то вы для себя почерпнули интересного и мы что-то для себя увидели до новых встреч пока большое спасибо за просмотр не забывайте писать ваши комментарии вопросы ставить лайки кто не подписан на канал подписывайтесь ну и конечно же ждите наших дальнейших видео скоро у нас будут интересные увлекательные путешествия всего хорошего до новых встреч